Мир вам, друзья! Добро пожаловать! Мы знаем, что нам важно обращать внимание на всю Библию, но особенно для нас важен Новый Завет. И мы сегодня попробуем посмотреть на пост именно с этой перспективы, с перспективы Нового Завета. Вообще, друзья, человек сотворен Богом и имеет тело, имеет душу и имеет дух. И человеку невозможно игнорировать духовную составляющую. Если человек по жизни независимо верит в Бога, не верит в Бога, но если он игнорирует духовную составляющую, он никогда не найдет покоя, никогда не найдет счастья и не найдет смысла в жизни. Так задумано, так сделано, что у каждого человека есть вот эта часть – дух, душа и тело. И когда мы говорим, затрагивая тему пост, то именно пост затрагивает вот эту духовную составляющую. Пост – это процесс влияния не только на тело, но и на душу, а главное – на дух. Луки 5, 35. Слова Иисуса Христа, который сказал. «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Вопрос – кто сказал эти слова? Иисус Христос. О ком Он сказал эти слова? Кто будет поститься? Он это сказал об учениках Иисуса Христа. Итак, сегодня каждый, кто смотрит онлайн, кто находится в этом зале, кто себя считает учеником Иисуса Христа, хочет им быть, то Иисус сказал, что Его ученики, они будут поститься. Как это происходит в нашей жизни – это уже вопрос честный каждого. Но Христос сказал – Мои люди будут поститься. Дальше хотел бы с вами немножко поговорить о всех видах поста, которые вообще есть. Потому что мы все находимся в разном физическом состоянии, в разном возрасте, на разном духовном уровне. Поэтому иногда вообще призыв или тема поста для нас трудно. И не всем оно кажется приемлемо. Иногда трудно поститься. Поэтому давайте посмотрим разные варианты, которые вообще существуют перед нами. Итак, виды постов. Первый из них – это абсолютный пост. Абсолютный пост – это пост, который включает в себя полный отказ от пищи и даже от воды. Во время таких постов в Библии люди не ели и не пили вообще. Например, примеры таких постов в Библии – это Моисей, Илья, Есфирь, если помните, жители города Ниневии. Они и не кушали, и не пили. В примере из Библии, Второзакония, 9 глава, с 18 стиха написано. Моисей, повергшись перед Господом, молился, как и прежде, и сорок дней, и сорок ночей. Хлеба не ел, и воды не пил. Представьте себе. Не ел, не пил сорок дней. Ну и дальше он молился Богу за грехи народа. И написано, и на этот раз Господь послушал его. Конечно, друзья, по-человечески это невозможно. Вот это пример абсолютного поста. Например, в истории Исфири, там три дня люди не кушали и не пили. Кажется, нереально. Физически никакой человек не выживет. И вопрос, как это получилось. Это получилось, друзья, только лишь потому, что Моисей был в сверхъестественном Божьем присутствии. Именно в тот момент, там на горе, сам Бог присутствовал там. И именно сам Бог говорил с Моисеем. И это свидетельство того, что в Божьем присутствии еще ни один человек не умер. В Божьем присутствии. Наоборот, это нам дает сверхъестественную силу к жизни. И то, что нереальное, стает реальным. И в этом примере простой вывод. Конечно, никому не рекомендуется именно таким пост, практиковать такой долгосрочный пост, особенно без воды. Но это всего лишь несколько примеров из Библии, как Бог сверхъестественно действовал в жизнях людей. Второй вид поста – это стандартный или классический пост. Это когда люди воздерживаются от пищи, и они при этом пьют воду. И я часто… Следующий слайд. Я часто рекомендую даже многим людям во время поста много пить воды. Многих людей во время поста, у них голова болит, особенно кто очень привык к кофеину, кофе или другие моменты, то сразу у них начинаются какие-то физические моменты, ломки. То вода очень сильно помогает. Воду нужно пить больше, чем обычно. Но, друзья, здесь хотел бы еще подчеркнуть, что этот пост классический или стандартный, он полезный не только для духовной составляющей, но также полезный и вообще для организма. Оно служит очищению, очищение для организма, очищает наш организм от шлаков, особенно классический пост минимум трое суток, три дня. Медицинские многие исследования, те, которые я нашел, искал, они говорят на разных сайтах очень прямо. И самое интересное, что это светские медицинские организации, это клиники, которые вообще в Бога не верят, для них Библия не авторитет. Но они говорят, что пост на протяжении трех дней очень помогает иммунной системе и очищает наш организм. Поэтому такая профилактика даже в физическом плане полезна для практически любого организма. Сегодня существуют клиники по всей Америке и в других странах, которые лечат людей, даже раковых, больных путем поста. Просто клиники, которые таким методом пытаются помочь людям физически. Итак, второй стандартный пост – это просто на воде. Но мы, христиане, делаем это ради духовных целей. И когда мы заменяем вот этот прием пищи, это время, которое мы посвятили бы обеду или завтраку, заменяем это чтением Писания, питая свой дух, тогда мы получаем двойную пользу. Третий вид поста – это частичный пост. Это когда человек выбирает этот вид или метод поста, он удерживается от пищи, но не полностью, то есть не от всей. Он только некоторую пищу не кушает. Откуда взята эта идея? Это, конечно, из знаменитой истории книга Даниила, 10 глава, где Даниил был в посте, и мы знаем из Библии, что он кушал, но он кушал не всю пищу. И определенный у него был список, где он умышленно отказывался от пищи. И сегодня многие люди практикуют такой пост, особенно людям, которым тяжело физически вообще не кушать, потому что, например, они принимают медицину, или у них есть другие на это причины. Четвертый вид поста – это пост от привычек или пост от развлечений. Этот пост, может быть, не совсем можно назвать библейским, но там есть некоторые библейские принципы или идеи, о которых мы сейчас с вами прочитаем в Библии. Я это все говорю к тому, что сегодня любой человек практически может быть в посте, даже если он по каким-либо причинам не может полностью отказаться от еды. Из данного списка он может найти себе вариант, где он все равно будет в посте, лишь бы он сам это захотел. Итак, пост от привычек или развлечений. Данила, 10 глава, написано со 2 стиха. Данил был в посте в сетовании 3-7 дней, 21 день. И вот от чего он отказался. Вкусного хлеба он не ел. То есть вкусностей, вот этих сладостей, вкусняшек, десертов, вот этих всех таких кулинарийных, самых-самых любимых наших вещей он отказался. Мясо не ел, вино не входило в уста мои, мастями я не умощал себя и так далее. И дальше написано, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом. Внимание, обращаю ваше внимание на цель поста. Смирить себя перед Богом. Цель. Твои слова были сразу услышаны. Несмотря на то, что прошло определенное время, пока Бог ответил, пока Бог явил свою славу, пока Бог заговорил, но обращаю внимание на деталь, что с первого дня, как только Бог увидел состояние сердца, положение сердца, направление сердца, как только Бог это заметил, с первого дня Бог говорит, я сразу услышал, я сразу понял, ты на правильном пути. И у каждого из нас есть такие молитвы, которые на определенном, на определенном этапе еще не отвечены. Но сегодня для вас звучит это слово, что я сразу услышал, если твое сердце в правильном состоянии находится передо мною. И дальше Бог приходит своим ответом. И здесь я хочу привести пример вот этого принципа, когда люди во время поста ради духовных целей отказываются от каких-то угождений плоти, от чего-то вкусного, от пищи, от некоторых вещей, от некоторых плотских моментов. Не просто, чтобы мучить себя, истязать себя, и этим как-то доказывать, заслуживать какое-то Божье оправдание, но ради духовных целей. Вот это именно главное. Поэтому, друзья, сегодня, если кто-то не может поститься, полностью отказавшись от пищи, из-за вашего физического состояния, вы можете пробовать даже частичный пост. Бог, поверьте, друзья, я верю, Он видит нас, знает каждую нашу клеточку. Ему не нужно доказывать, что, Господи, вот какой я, я же не могу поститься, а Ты же знаешь мой сахар, мое давление. Бог все знает, даже Он лучше, чем вы сами знаете. Он знает, как мышцы наши собраны, как они работают. Поэтому Он знает наше сердце. Главное состояние нашего сердца – желать и хотеть идти и искать Бога. Еще один пример, который затрагивает тоже наши плотские мышления, удовольствия. И также связан с постом. 1 Коринфянам 7 глава 5 стиха написано. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. И потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана». В контексте этого местописания здесь говорится об интимных отношениях семейной жизни. И интересно, что в этом же тексте, в этом же, во всем пакете говорится о посте и о молитве. Здесь можно сделать два вывода. Первый, что в браке постоянные интимные отношения – это должно быть. Это нормально, и это задумано самим Богом. И если у вас нету этих стабильных, интимных отношений в браке, то стоит бить тревогу и стоит идти на все, на любой компромисс, прилагать усилия, чтобы они были, потому что это заложено Богом, это придумано Богом, это в Божьем дизайне. Если этого не будет, то написано «будет искушать сатана». А у нас и так этих искушений хватает. Поэтому стоит за это бороться. Второй вывод из этого текста – это то, что предусмотрена духовная часть, предусмотрен сезон. И интересно, что этот весь сезон предусмотрен, и он спрятан в таких плотских, бытовых наших, кажется, жизненных потребностях, как интимные или сексуальные отношения. И здесь говорится о том, что так как нам в жизни нормально, в семейной жизни, иметь интимные отношения, так же нормально в семейной жизни иметь и время поста, и молитвы, и иногда удерживаться от каких-то удовольствий, плотских желаний, где-то себя ущемлять, ставить на паузу ради духовных целей. И самое интересное здесь нужно разглядеть – это задумано, предусмотрено Богом. Вот как нам плотские желания, нам не нужно напоминать, что нам нужно этим заниматься. Точно так же и духовные желания должны быть нормой, чтобы нам не напоминать. И мы воздерживаемся не потому, что мы поругались, а потому, что есть время для духа, души и тела. Есть время для всего. Так создан человек. И духовная составляющая не должна быть игнорирована нами на протяжении нашей жизни. Конечно, если человек не в браке, и сегодня вы услышите новость, что хорошо бы воздержаться, и вы думаете, ну, конечно, во время поста я воздержусь, то я хотел бы вам сказать, друзья, что Библия называет это прелюбодеянием, и это грех. Несмотря как бы мир не смеялся с этой идеей сегодня, Божьи принципы остаются неизменны и сегодня. Сексуальные связи вне брака – это грех. Дальше, друзья, хотел бы, чтобы мы с вами из этих двух примеров сделали выводы из примера Даниила, из текста, который я прочитал, что пост включает в себя иногда отказ хотя бы на время, какой-то сезон от удовольствий, вредных привычек, угождений плоти и так далее. И для кого-то, друзья, сегодня важно разобраться, где ему нужно остановиться, от чего, возможно, полезно отказаться, что в жизни притупляет или вытесняет духовные ценности. Для кого-то это просто фильмы, для кого-то это сериалы, для кого-то это Инстаграм, который нужно иногда, хоть иногда отключать. Вот, например, на этой неделе я перед вами стою, живой, выживший свидетель, который всю неделю отключил социальные сети. Давайте скажем слава Богу. Ну, человек выжил, вы представляете, какое же это... Ну, вы представляете, а вы думаете, вы не выживете. Ну, я вас вдохновляю. Христиане, кто меня видит и слышит, хотя бы на недельку, иногда на месяц, ну, попробуйте выключиться, выйти из этого мира, круговорота. Кому-то нужно новости выключить, поверьте, ну, спать будете, ну, хоть чуть-чуть, ну, хоть недельку поспите. Ну, друзья, ну, ради вашего сна же, ну, пожалейте себя в конце концов. Кому-то нужно Netflix отключить, кому-то нужно видеоигры отключить, кому-то нужно Viber, кому-то телефон просто с ним поругаться хотя бы на неделю. Ну, хоть что-нибудь сделать ради духовных целей, ради духовных ценностей. Может быть, детей наших как-то собрать и сказать, детки, давайте неделю, ну, просто без электроники, без гаджетов, давайте попробуем, собираем все ваши телефончики, iPad-чики и так дальше. Ну, хоть что-нибудь сделаем, не можем поститься, давайте хоть что-то ради Бога сделаем, хоть где-то на свою плоть наступим, ну, хоть чуть-чуть наступим, ну, хоть придавим. А-а-а, там будет реакция, ой-ой-ой, вы же уже предвкушаете реакцию, да? Не только детей наших, а и плоти нашей. Там попробуй только зацепи, там ой-ой-ой, какой будет ураган. Да, друзья, вот с чем мы сражаемся по жизни. Но вывод из всех четырех перечисленных вот этих пунктов на экране у нас у всех есть или нету причин, чтобы не выбрать, можно next slide, да? Не выбрать, каким методом, каким постом я буду стремиться, я буду уделять внимание духовной составляющей своей, буду питать свой дух, буду расти, развиваться духовно, буду вкладывать туда. У нас у всех есть выбор из этого списка. Я вас вдохновляю и благословляю, друзья. Я не хотел бы, друзья, этим словом никого обидеть, но почему-то мне кажется, что гордым людям им тяжело поститься. Он не будет поститься. Задумайтесь над этим. Во-первых, он не видит нужды. Просто не видит нужды. Это самодостаточность. Он духовно как бы я не идеальный, но я и нет, я не последний. Вот это такая самодостаточность. Это иногда такое самоправедность. Это вот такое состояние я не буду ущемлять свою плоть. Да, я пришел, уже радуйтесь, что я пришел, но я свою плоть ущемлять не буду. Это потому, что для меня она, моя плоть, это Бог. Это Бог. Вы так, я никогда такого не заявлял. Но мы так живем. Филиппийцам 3,19 об этом написано. Их конец погибель, их Бог, чрево, Бог, желудок, Бог, это плоть, Бог, это их слава в сраме. Они мыслят о земном. То есть все мысли, все цели, все планы, вся энергия, все уходит на земное и на плотское. И для этого тоже есть время, тоже есть сезон. Иногда нормально тоже и отдыхать и развлекаться. Но поверьте, у нас же три составляющие. Есть не только тело, есть и дух, который же тоже мечется, который же тоже есть внутри нас. И он же тоже тянется к Богу. Вот почему нам важно об этом знать и помнить. Потому что, друзья, сегодня наступает время, когда человек себе ни в чем не отказывает. Не может пройти мимо витрины магазинов. Не может отказать себе в каких-то плотских желаниях. Если не может сделать реально, виртуально. Сегодня даже это возможно. Виртуально. Полетишь в космос, поедешь в страну, будешь заниматься сексом виртуально. Все тебе сделают. Лишь бы все твои желания исполнились. Сегодня, кажется, человек, ну не может никак. Сегодня есть целое течение, учение, философии. Просто поклонение человеку. Это то, что дьявол посеял с самого начала сотворения. Что ты будешь как Бог. Ты будешь Бог. Бог тебе не нужен. Вы будете как Боги. Вот почему сегодня пришло такое разложение в наш мир. Этот мир говорит нам сегодня найди себя. А Библия призывает отвергни себя. Мир говорит люби себя. А Библия говорит умри для себя. Какой выбор? Ну с трех попыток что мы выберем? Правда легкий вариант? Библия говорит не живи по плоти. Писание призывает живите по духу. Интересно, Левитам 16 глава написано 29 стих. И да будет съесть для вас вечным постановлением. В седьмой месяц в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте. Контекст здесь говорится о посте. Если вы прочитаете другие переводы, комментарии, это вообще этот праздник, который до сих пор празднуется в израильском народе. Это ежегодно. Это пост ради смирения. Ради смирения. Интересно то, что Бог сделал это вечным постановлением. Он сказал пусть так будет всегда. Идея пришла не от пастора, а от Бога. Но здесь меня удивляет вот что. Смиряйте души ваши. Как это? Ну плоть еще как-то понимаем. Не покормил и уже сайд эффект. А душу? Смиряйте душу вашу. А что входит в эту душу? Все эмоциональные звукоэффекты это все там. Интересно, что по-английски написано you shall afflict your soul. Интересно, что оказывается, друзья, снова мы возвращаемся к той идее, что человек никогда не должен забыть о трех составляющих, что он состоит из духа, души и тела. И если человек игнорирует вот эту духовную составляющую, то у него рано или поздно придут последствия в его жизнь. Вот почему здесь написано о душе. Нужно смирять не только тело, а и душу. И именно пост, потому что контекст говорит о посте, влияет на душу и влияет на наш дух. И именно пост ведет к смирению. К смирению ведет пост. Хочется нажать кнопочку и быть смиренным. Вы ее уже много раз нажимали, да? Она обычно сломана, не работает, не нажимается. Я тоже пробовал. Но пост ведет к смирению. А написано в Библии, Бог гордым противится. Бог гордым противится. Бьемся, стараемся, деньги тратим, убиваемся, кажется. Сколько энергии. А оно как будто бы не клеится и все по жизни. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, друзья, сейчас подходим мы с вами к посту в Новом Завете. И хотел бы напомнить всем нам, что отличие постов, которые собраны все в Библии, от постов всех, которые мы читаем в Новом Завете, главное отличие это то, что почти все, почти все посты в Старом Завете были движимы кризисом. Нужда. Нужна помощь. Нужна защита. Нужно что-то от Бога. И Бог выходил и давал. Друзья, и сегодня мы имеем право приходить к Богу в нужде, в посте. И я, друзья, верю, что Бог и на наши нужды отвечает, но отвечает путем, по мере нашего возраста духовного. Вы знаете, когда ваши детки капризничают, и вы им, ну, не так, конфету дай, мороженое, не знаю, что-то еще, и бывает так, капризничает. Вы так смотрите, вздыхаете, понимаете, ну, настолько же он не прав, этот ребенок, двух с половиналетний. Но вы ему даете, думаете, ну, ребенок же, да, даете, даете. Но когда ребенку уже 25 лет, и такие вот капризики выскакивают, вы уже на эти нужды реагируете по-другому. Вот так, друзья, и Бог. По мере нашего духовного роста иногда человек берет пост только кризис. Если кризис, будет пост. Вот давайте честно сами с собой поговорим, когда мы вообще в жизни либо постились. Обычно заболел, нужно решение какое-то кризисное принять, какие-то сложности в жизни, и тогда у нас как бы пост. И, как я сказал, по мере нашего духовного возраста Бог и дает. Но когда мы подрастаем, подрастаем, Бог ожидает уже другого уровня просьб, отношений. И когда мы переходим в Новый Завет, а там уже отношения и Бога с человеком на другом уровне, они уже выше. И вот там уже они движимы не кризисом, а там часть, чаще всего это отношения с Богом. и поиск исполнить волю Божью. Это уже уровень чуть поглубже. Вот за апостола Павла, один из героев Нового Завета, написано 2 Коринфянам 11 глава 27 стих. В труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде и часто в посте. Интересно, сколько это? Как долго это? Когда это? Просто часто в посте. Вот список. Список жизни. Видите, жизнь комфортная, счастливая, такая тихая, безмятежная, американская. Потом раз там часто в посте. Но это просто для нас пример из Нового Завета. И дальше, друзья, посмотрим с вами, какие результаты поста мы с вами видим в Новом Завете. Итак, рассмотрим некоторые примеры и результаты поста в Новом Завете. Первый результат это духовная власть. Власть в духовном мире благодаря посту и молитве. Матфея 17 глава написана с 19 стиха. Тогда ученики приступив к Иисусу сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус сказал им по неверию вашему и сей род изгоняется только постом и молитвою. Только, слово только, это условие, это единственное условие. То есть пост это сила и власть в духовном мире. Сила в служении, сила в искушениях. Иногда именно пост это условие для победы. Есть некоторые ситуации, есть некоторые сферы и сегодня в нашей жизни, где мы не можем победить логикой, усилиями, какой-то информацией, какими-то приемами и еще чем-то. Но есть духовный мир, который есть, он реальный и написано только постом и молитвою. Есть вещи, которые, возможно, сегодня ты не можешь изменить, не можешь избавиться. Возможно, и сегодня для тебя это важно услышать только постом и молитвою. Не обязательно, что ты человек одержимый, что у вас живут демоны, но, друзья, бывает вот это влияние, грехи разные, привычки, зависимости, в которых мы иногда застряли, нечаянно туда попали, и это иногда влияет на нашу жизнь. Иногда оно связано с какими-то злыми духами. И Христос, он не умер на кресте, чтобы освободить людей наполовину, на 70%. Он умер на кресте, чтобы дать верующим людям свободу на все 100%. Поэтому духовный мир и пост, они очень связаны, очень взаимодействуют, влияют друг на друга, конкретно сразу влияют. Вспомните пост Иисуса Христа. Какое взаимодействие духовного мира. Кажется, весь духовный мир просыпается. Иисус в посте, кажется, должен переживать такие ликования, а на него идут атаки. Но потом, пройдя пост и все эти испытания, потом победа, потом приходит сила, потом триумф. Но атак, иногда сам дьявол атакует. Я сколько раз был в посте, и у меня почему-то всегда тоже какие-то давления, какие-то стрессы, какие-то ситуации. И я уже это понимаю. Я говорю, нет, дьявол, нет, я не уступлю. Нет, я не уступлю. Нет. Я знаю, в кого я уверовал. И интересно, что вот пост, он дает нам, друзья, победу над если. Помните, сколько раз дьявол атаковал Иисуса именно вот этим методом если. Если ты Сын Божий, то сделай то и то. Если ты Сын Божий, то вот это и вот это еще сделай. И у нас сегодня мы тоже проходим. А если вдруг ты заболел, и что и что дальше будет? А если Бог не слышит? А если вот Бог не отвечает? А если вообще Бога нету? А если вообще смысл? И вот это если, оно уже так нас достало? Вот это если, оно уже так душит нас, что мы уже устали. И вот вам победа над каждым если. Помните, там не было логики, там не было объяснений, там не было аргументов, там был только один метод. Написано и все. Но чтобы это написано сказать, в него нужно верить, его нужно знать, его нужно применять. И тогда написано ушел, ушел, ушел дьявол. Вот почему сегодня нам важно знать эту методику над каждым если написано. Если ты чувствуешь, что сегодня твоя проблема это не просто физическая проблема, а духовная, пробуй пост только постом и молитвою. Второй результат, который мы видим в Новом Завете, результат поста, это руководство от Духа Святого. И то, что мы видим из Писания, все эти примеры, они могут работать и действовать и в нашей жизни сегодня. Деяние 13 глава, второй стих. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Первое, хочу обратить ваше внимание на то, что написано, они служили Господу и постились. Ради кого они постились? Ради чего они постились? Какова была цель поста? Как они смотрели на пост? Какое было определение понимании? Написано, они служили Господу и постились. Оказывается, пост рассматривается как служение. Оказывается, пост принимается Богом как служение. Это позиция сердца. Это состояние духа, когда человек этим служит Богу. Здесь, конечно, важно не запутаться, что мы имеем много в Боге благодаря Его благодати. нам не нужно заслуживать, что-то. Но когда человек, его сердце целеустремленно рвется к Богу, он любит Бога, в нем обязательно откроется желание двигаться дальше, не просто быть на одном уровне, не просто выполнять какие-то обряды, мертвую религию исполнять. И вот когда они служили Господу, кто вы помните еще из Библии, кто служил Богу постом? Кого вы еще помните? Да, Анна, Луки 2, глава, 36 стих. Тут была также Анна, пророчица, вдова, в преклонном возрасте, не знаю, какое было состояние ее здоровья, 84 года, не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу. Интересно, снова пост и снова служение. Обычно с постом мы как бы служим себе. Ну, как мы имеем в виду, что я как бы Богу вроде бы пощусь, но этим методом стараюсь Бога как бы заставить или как-то выдавить хоть какую-то жалость, ну, все-таки сколько же можно не есть, и вот это как-то, ну, посмотри на вот этого страдальца, и кажется, ну, хоть как-то, Боже, что-то сделай. Но здесь она служила Богу, служила Богу. Снова как бы совершенно другой подход. И дальше, друзья, возвращаясь к этому, мы видим, что это у них было регулярно постом и молитвой, служа Богу день и ночь, то есть это была норма христианской жизни. Как бы хотелось, чтобы сегодня среди нас были такие Анны сегодня, были такие Павлы, которые тоже это практиковали, не просто читали истории. Она была этим ходатаем, который, возможно, и сегодня в твоей жизни есть люди, которые за тебя в посте, в проломе, в молитве, и, возможно, твой успех сегодня, это потому, что кто-то за тебя молится. Вот почему всегда жалко, когда уходят старшие люди из жизни, потому, что обычно это они, эти ходатайи, которые стоят за тебя и молятся, и держат, несут тебя на руках молитвы, и постом, и молитвою. И когда они постились, результат поста написано, Дух Святой сказал. Да, Бог может говорить в разной форме. И сегодня мы верим, что Дух Святой говорит к его верующим. Но именно во время поста мы видим явно Дух Святой говорит. Именно во время поста человек стает более чувствительным к Духу Святому, потому, что он свой фокус на него направляет, на Духа Святого. Он именно в свой фокус, свой Дух открывает. Он свою плоть как бы на время хотя бы пробует закрыть, как-то убрать, потому, что мы призваны жить по Духу. И здесь они получают руководство от Бога именно во время поста. что делать, кто должен делать, куда идти, как действовать руководство в жизни от Духа Святого. Пост это помогает, это сближает нас с Богом. Интересно то, что они постились без всякой нужды. Это вот примеры Нового Завета. Они ничего не требовали у Бога, ничего не просили, но они просто служили Богу, искали Бога. Искали близости с Богом. И без всяких нужд Бог начинает говорить, Бог посылает их, и Бог действует в их жизни. И это было при условии того, что они постились и были в посте и молитве. Поэтому, друзья, и сегодня иногда полезно оставлять, отключать что-то и уходить ради духовных целей на уединенцию с Богом. Третье результат поста в Новом Завете. Иногда в результате поста мы получаем не то, что мы просим, а то, что нам необходимо на тот момент более всего. Интересная история Деяния 10 глава с 4 по 6 стих. написано Корнилий сказал, «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме и вот стал предо мною муж в светлой одежде. Я у него спросил, что, Господи? Он испугался и ему ангел говорит, призови Симона, называемого Петром, и он скажет тебе, что делать, и спасешься ты и весь дом твой». Контекст этой истории очень уникальный. Написано, что этот человек Корнилий, он молился и он постился, но вопрос, кто он был? Он был язычник, он не был верующий, он не был христианин, он не был рожденный свыше. Вопрос тогда, кому он молился, какому Богу он молился и какова была цель его поста. Попробуйте здесь ее разгадать. Интересно, что возможно этот человек был как-то научен кем-то, но мы можем сделать выводы, что он не молился Богу Римскому, Зевсу, он не молился демону. Как мы можем определить результат? Мы можем определить цель поста по результату, потому что ему явился ангел не сатанинский, а явился ему ангел Божий. То есть его сердце было направлено к правильному Богу. Именно ангел Божий пришел. И дальше, друзья, интересно, что когда Бог с ним заговорил, он ему сказал, позови Петра, и дальше он тебе скажет, что тебе надо, что ты сделаешь, и спасешься ты и весь дом твой. И мы из Библии знаем, что так и произошло. пришло спасение, пришла благая вис Евангелие в его дом, и он спасся. А теперь анализируем, друзья. Человек, можно сказать, неверующий, ну как бы, но невозрожденный христианин точно. Он не был спасенный, потому что спасение пришло потом. Вы понимаете, насколько человек может быть в таком состоянии богоискания, не ходит в церковь, не слушает лучшие проповеди по ютюбу, не знает, как нужно правильно, что делать. Все, что он делает, вот эта составляющая Духа ищет Бога. Он даже не знает, кто он. Он даже не знает Господа Иисуса. Он к нему приходит. Интересно, а о чем он молился? Написано молился. О чем он постился? Интересно. Из практики, мы знаем также из контекста, стих выше говорит о том, что он был человек богобоязненный. Он был человек хороший. И интересно то, что именно вот эта как бы нужда, которая вроде бы не существует, мы не знаем о чем он молился, что он просил, нужда не написана, но Бог ему дал самое необходимое, самое важное. По мнению Бога, на тот момент в его сезон, в его дом, в его семью, Бог дает самое необходимое, несмотря не на то, что бы он просил, потому что у него было правильное состояние сердце. Если мы попробуем себя поставить в эту историю, иногда мы часто тоже к Богу приходим, и мы в отличие от Корнилия знаем, что мы просим, знаем, кому мы обращаемся, мы уже спасены, но наш уровень отношений или мотив к Богу немножко другой, но когда мы движимы мотив Бога искания, сближения, вот этот дух тянется к Богу, то, друзья, несмотря на что бы мы ни просили, слава Богу за Бога, который даст нам не то, что иногда мы просим, а то, что нам нужно, а вот как раз Бог знает больше и лучше то, что нам нужно, потому что в Священном Писании написано, что иногда мы не знаем о чем молиться. А я всегда знаю, потому что всегда молюсь то, что мне надо. Вы тоже так? Правда? Что нам надо, о том мы и молимся. Но в Писании написано, что иногда мы не знаем о чем молиться, но сам Дух Святой ходатайствует за нас. И вот, друзья, когда сердце в правильном состоянии, то Бог дает нам не всегда то, что мы просим, а то, что нам необходимо. И как важно это принимать и быть к этому открытым. И тогда, когда в жизнь приходит его спасение, это полная трансформация мышления, семьи. Вы представляете, пришло спасение. Какой-то подарок. Поэтому, друзья, не переживайте, не расстраивайтесь, продолжайте искать Бога. Бог вам даст самое необходимое. И последнее, четвертое, результат поста в Новом Завете это сила в Духе. Сила в Духе. Мы это очень ярко видим на примере Иисуса Христа, который был в посте, в пустыне 40 дней. У меня вопрос к вам, какой дух повел Иисуса Христа в пустыню, в пост? Вообще, я вам уже дал ответ. Хотел спросить, кто повел Иисуса Христа в эту пустыню для испытаний? Интересно, кажется, что, ну как это? Бог, как это может быть? Дух, ну как это? Ну мы вообще против таких походов? Вы против пустыни? Ну разве что съездить там на часик так чисто селфи сделать и быстренько убежать. А вот представьте, Дух Божий повел в пустыню для испытаний и повел ради и в пост. Кажется, ну, нам кажется это какие-то такие детали даже не очень лучше бы мы о них и не знали. Но дальше мы знаем Луки 4 глава 13 стих написано окончив все искушение дьявол отошел и Иисус возвратился в силе Духа и с того момента началось его служение. Друзья, результат поста это сила в Духе, это вот этот прилив, прилив, именно в посте и молитве. Поэтому, друзья, я хотел бы, чтобы мы сегодня это понимали, что мы призваны как христиане жить по Духу. Пост, если мы правильно это делаем, влияет на наш Дух, питает наш Дух, укрепляет наш Дух и мы можем дальше жить по жизни и служить по жизни именно в силе Духа. Обратите ваше внимание, друзья, на состояние или, так скажем, если так можно сказать, диагноз нашего Духа. Как мы его оцениваем сегодня? Если мы видим, если мы чувствуем, если мы верим, что это важная составляющая, то есть методы, как мы можем это поправить. Давайте сравним веру и пост. Вера и пост. Чем они похожи? Вера необходима. Вера – это невидимо. Вера невидимо производит в нас процессы внутри. И пост тоже невидимо производит в нас процессы внутри. Слушайте внимательно. Вы согласны? Нельзя человека заставить верить в Бога. можно? Мы сравниваем веру и пост. Очень глубокие вещи. Я думаю, нельзя человека заставить верить в Бога. Это должен быть его добровольный выбор и акт. Он может вам сказать, если вы ему пистолет поставили, верю. это не так, с сердцем не сходится. А теперь к вам вопрос по теме. Неожиданный, но очень глубокий вопрос. Как вы думаете, человека можно заставить поститься? Вы сразу вспоминайте две вещи. Разница пост и голодовка. Пост и голодовка. Медицинские цели, бунт, какие-то другие, занятость. можно человека заставить поститься? Можно человека заставить верить? Вы понимаете, на каком уровне находится пост? Тут можно, не знаю, разорваться, давить, пугать, не знаю, поститься надо, а ну быстро, все в пост. какие будут результаты? Кому это надо? Кому эти игры надо? Ну ладно, засуетился, брекфаст пропустил, считай, попастился. Кому это надо? Вы знаете, друзья, хочу обратить ваше внимание на слова Иисуса Христа. Прошу вашего внимания. Христос сказал, мои ученики будут поститься. а теперь внимание, но не сказал, что они должны поститься. Какие методы новые? Христос, если бы ты сказал закон, заповедь новую вам даю, должны поститься, Он так не сказал. Он сказал, мои будут поститься. Господи, почему столько любви, столько выборов, легче будет, скажи, что я должен, я норму свою отобью, поклоны. Не надо, не надо, мои они будут. не потому, что должен, потому, что душа тянется к Богу. Дух тянется к Богу, томится. Просто понимаю свою, насколько я никто, ничто без Бога, насколько жизнь не имеет смысла, насколько вот эти все материальные вещи, завтра дом сгорит, завтра тебя не выпустят, завтра, ты же вообще не знаешь, что будет завтра. душа тянется к Богу, мои будут поститься. Один человек сказал мне, я никогда не пощусь, а я ему ответил, а я тебе верю, он не ожидал. А дальше он говорит, а какие результаты поста, вот вы поститесь, а какие результаты вашего поста, а я ему сказал, знаешь, какие результаты, он такой, очень хочу знать. И так встал в позицию, я ему сказал, вот как только наступит тот день, что ты согласишься поститься, это будет такой результат, это будет такой результат, твои руки вот отсюда изменятся, твоя позиция изменится, твой тон голоса изменится, твое выражение лица изменится, твои глаза изменятся, вот как только ты сам захочешь и решишь, скажешь, я буду поститься, я попробую, если Бог позволит, если Бог разрешит, я хочу, это такой результат, это колоссальный результат, потому что самая большая проблема это я, самая трудная война, это против себя, ты можешь победить весь мир, но против себя армия не поможет, вот это колоссальные результаты, он так посмотрел и сказал, вот такие у вас результаты, развернулся и так пошел медленно, и так голову так чуть-чуть шел, так и так вверх, вверх, поднимал, поднимал, я понял, есть шанс на результаты, вот какие у нас результаты, друзья, есть много и других, но я это самый большой результат, и именно пост, вот почему написано смиряйте души ваши, вот почему написано добровольно мои будут, вы знаете, друзья, люди иногда не готовы, кажется, переносить что-то, ущемлять свою плоть, но мы готовы ради Христа, если придут гонения в Америку, мы готовы? Так мы же не готовы один день не покушать, на что мы готовы? Давайте же будем правду, хотя бы себе ее скажем, американская статистика говорит, что после пандемии 35% по-моему в церковь никогда не вернулись и американские проповедники делают статистику, говорят, это был всего лишь легкий испуг и уже 30% нету. Друзья, это были только цветочки, тут говорят пост, а мы говорим, а я никогда не пощусь, а мы знаем, а потом если придет что-то, а я за Бога, я готов, так какое ты готов, ты не готов день не покушать, какое ты готов, зачем же самого себя обманывать, а не написано, что я должен поститься, где такая заповедь, а я скажу, в тюрьму моего дядю брали, он шел туда добровольно, Иисус сказал, мои будут поститься добровольно, никто не сказал, ты должен, за Христа люди умирали добровольно, это был выбор, дух тянулся к Богу, вот для нас сегодня христиан отрезвляющая статистика, самая тяжелая война, это война против себя, поэтому я вдохновляю вас, нас христиан, пусть ваш дух душа тянется к Богу, потому что его ученики, они будут поститься, аминь, давайте мы помолимся,